МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Гистория можности и высокородности. Орден загинув Шагапад Калинковичами, старшего лейтенанта Викторенко сегодня передал мясцовому музею его племенник – космонавт. Туман накрыл дороги. Держа автоинспекция ввела специальный план Денеу. Проверку прошли. Мобильная группа провела мониторинг на автобазе Белкошты. А зараз об этом меньшем, больше подробно. Останки 44 воинов, которые склали свои головы деля миру на нашей родине, сегодня поховали в Калинковицком районе. Двухгадинный митинг Греквием прошел побоч с братской могилой у агрогородку Дамановичи. Святкой журботного ритуала стал и наш корреспондент Марина Джалая. В летку 52-й пошуковый батальон проводил раскопки побоч звездками Давыдовича и Вязовица Калинковицкого района. Первой находкой стал орден Александра Невского. Сначала боевую узнагороду полечили деталью от велосипеда. Потом пригляделися и сразу начали шукать имя погибшего владельника. А началась эта история так. От местных жителей узнали, что в лесном массиве находятся раскопы, давние раскопы с останками человеческими. Будучи здесь именно в мае месяце проездом, наш участник клуба Андрей Миляненко, водолаз-спасатель Мозорского свода, будучи в лесу, обнаружил именно эти раскопы. И до выяснения обстоятельств решил эти останки присыпать землей. Когда начал присыпать, увидел предмет, который выпал именно сверху, из земли выброшенной именно с останками, с подошвами, которые наверху. Начал присыпать, увидел предмет, похожий на велосипедную звездочку. Когда очистил, то увидел, что это орден Александра Невского с номером. Пакуль отрималася установить особище трех загинувших офицеров. Племенником одного из их старшего лейтенанта Ивана Викторынки оказался полковник военно-поветранных сил России, космонавт, герой Советского Союза Александр Викторынка. И он приехал из Москвы, каба дать Данину поваги и памяти своему мужному дядьку. А так само зарабить высокородный учинок. Передать у якости каштоны реликвии у Калинковицкий краязнавчий музей орден Александра Невского. Минавито, по номеру этой узнагороды стало удалейшим вядомо имя ее владальника, юного, отважного воина Ивана Викторынки. А информацию об тем, что и где пошук свояков Ивана Викторынки, его племенник знайшел у социальной сетцы. Спочатку не поверил своим ватшам. Непонятно было. Мы являемся или однофамильцами, или родственниками. Ну, по крайней мере, посмотрели потом в архив центральный вооруженных сил Советского Союза еще. Посмотрели, да, действительно, место рождения совпадает. И нашли дерево свое, где от прадедушки проследили путь весь. И действительно оказалось, что это действительно наш дядя. Пошуковые работы в Калинковицком районе протягнутся. Как не раз прогучало подчас митингу, война не закончится, поколь застаётся хотя бы один безыменный солдат. Поколь же невядомыми застаются имен из выше 570 воинов, похованных в этом районе. У нас очень много есть мест, которые у нас будут определяться. Мы будем выбирать наиболее, скажем так, может это кочунственно говорить, где наибольшее количество предполагаемых останков может храниться. И там, конечно, будут работать в первую очередь. То есть работы будут продолжаться? Работы никогда не останавливаются. И в этом направлении у нас работает управление по вековечению, 52-й батальон. В боях за вызволение Калинковицкого района загинуло свыше 16 тысяч советских воинов и офицеров. На этой земле свой опошний притулок знайшли 15 героев Советского Союза. На территории района поховано больше 18 тысяч воинов, подпольщиков и партизан. Историю никогда нельзя забывать, особенно историю Великой Отечественной войны. Беларусь – это одна из многострадальных республик. Наверное, никто из стран бывшего Советского Союза Европы не пострадал, как Беларусь. Практически каждый третий житель был замучен, погиб в боях за защитой нашей Родины. Сегодня наша задача, чтобы каждый воин нашел свое место погребения достойно в братских могилах. И напоследок, поколь ехали в Калинковицкий район, все новоколие было в тумане, а перед домановичами небо раптом очистилось и стало ясным, а по ветру – прозристым. Не по листопаду узки тепло, приграло солнце. Здавалось, что эта природа сделала таки шедрый подарунок присутным за то, что пришли отдать Данину Паваги тем, кто завоевал для нас мир. Продаж майомости и прозаукционы, протягнение мясовых организаций до наведения парадку и створения комфортных умов для насельництва. Процесс доброго парадкования в области не обмежевывается неким одним накерунком. Олег Сенцеров ознайомился с опытом у Луковского сельсовета Гомельского района. По околькости насельництва у Луковского сельсовета, как невеликий район, больше 11 тысяч жихоров, неколи тут навык мерковали створить свои сабливые спальные районы областного центра, а ли по широкому причин потом от этой идеи отмывались. Разум с ним, изменение планов не выключило необходности поднимания тут постоянного парадку. Головно-капкожная территория имела своего господара. Шесть годов тому в Луковском сельсовете ликвидовали племзавод Беруски. Неколи тут знаходящая машина тракторный пар господарки. Зараз станции так обслуговывания. Территория не только потребуется в постоянном парадку, тут навык камеры видеоназира не установлены. Зараз новых уладальников отримали практически все объекты былого племзавода. Наприклад, былый склад зернефурожатия, перепродуктовая крама. Да, гэтага объекта у мясового населенца у свой час было шмат нараканью. Неколи яго бы давали практически на уполе, а ли потом навыкал вырастал микрорайон. Жихары кажуть, что вельми задовольны переменами и узгадываюча былой антесанитарии на покинутом складе. Если вспомнить, что здесь было, сарай, в котором разводилось неизвестно что, и вот заиметь у нас в шаговой доступности такой магазин, ну, мы, наверное, к хорошему привыкаешь очень быстро, потому что мы даже не верим в то, что раньше здесь у нас такого не было магазина. Основная задача органов местной власти и субъектов хозяйствования в отношении недвижимого имущества это не только превращение каждого объекта недвижимости в высокодоходный актив, но и наведение порядка на земле. В 2018 году в Гомельской области почти 500 объектов недвижимости, неиспользуемых, подлежит вовлечению в хозяйственный оборот. Это только государственные собственности. Больше половины из них предлагается на продажу. На сегодняшний день с аукционных торгов уже реализовано 103 неиспользуемых объекта. Еще один макеронок добропорядкования территорий, притягнение до этой справы местовых организаций, непосредного в Уроковском сельсовете, это одно сельско-господаршее предприемство, 7 установок эдукации, 5 культур и около 190 субъектов малого бизнеса. Еще до початка Нового года можно ведая, чем ему придется заниматься. Ежегодно в ноябре на заседании сельсполкома мы утверждаем план благоустройства на следующий год и закрепляем территорию за предприятиями, учреждениями, организациями, которые расположены на территории Уроковского сельсовета. Согласно схеме закрепления данные предприятия проводят работу. Это в основном обхоз территории, наведение санитарного порядка, обустройство клумб и иные работы, которые зависят от специфики территории. Олег Семчеров, Валерий Кипанько, Тайлер, Раду, компания «Гомель». Сегодня мобильная группа гомельского гарвы Канкама завершила мониторинг транспортных организаций города. Необходность такой проверки была выкликана несчастным выпадком, который на начале года отбился с водителем одного из предприемств. Об выявленных порушениях и принимаемых мерах – сюжет наших корреспондентов. На автобазу субъези гомельского филиала республиканского предприемства «Белпошта» мобильная группа приезжает за полгодины до официйного початку прационного дня. Правда, у этого подразделения есть своя специфика. Частка машин выехала на маршруты еще ночью и ранецей. Члены мобильной группы цикавятся правильностью оформления путевых листов и методами контроля за физичным станом водителем. Еще праздникальных хвилин нарколог областного наркодиспансера пропануя некальким работникам пройти тест. Во всех выпадках выник однольковый – на алкотестеры одны нули. Хоть одну рекомендацию члены мобильной группы все-таки выказывают. Это, кажется, не порушение, но, коли перед выездом водители будут проходить контроль и аши и у профессийного медика, будет лепш. Освидетельствование – это да. Но помимо освидетельствования у водителя надо проверить давление, общее состояние, а это делает медицинский работник. Чтобы предотвратить ДТП, которое часто случается за различные связи со здоровьем факторов. А в целом предприятие очень даже положительное. На протягу двух годин члены мобильной группы обследуют литерально всю территорию автобазы. Поза увагой не застаётся ничего. От захования специалистами, правилов суперспожарной безопасности, до наявности необходимого ассортименту леков у аптечцы, рамотных мастерни. И наглядной агитации. Правда, значных зауваг не выказывает никто. Выявленные недохопы можно ликвидовать без особливых финансовых затрат. Их это дарыши тышится не только автобазы Белпошты. В начале года погибли люди в городе Гомеле. Связанность транспорта был производственный случай с тяжелым исходом связанность транспорта. Поэтому была поставлена задача отработать все без исключения транспортные организации в городе Гомеле. И сделать все для того, чтобы люди не гибли на производстве, не получали производственные травмы. Поэтому отработала комиссия. Будут выданы рекомендации. Данные рекомендации не требуют финансовых затрат. Олеся Нчурова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Не устойливая на дворье, не привело до росту захворывания на вострые респираторные инфекции в Беларуси. Эпидемичная ситуация застается спокойной. Узровень захворывания зараз на 16% ниже, чем летось. Уздым чекается в конце студеня, в начале лютого. Многое залежит от того, как будет развиваться ситуация в новокольных краинах. Тому термин может зрушиться на люты, соковик и красовик. У Беларуси супрать гриппу вакциновано около 20% насельництва. У планах прищапить еще столько же. Специальный план «Туман» уведенный в Гомельской области. Это связано с погаршением ОМОНа дворья. Супрационники ДАИ закликают водителя в условиях дренной бачности быть больше уважливыми. При «Тумане» не позволяется обганять транспорт, выезжать со своего раду руху, буксировать автомобиль. У дженны час наибольша эффективная далекая светло. Машина, у якую включены фары, прикметная на дистанции 200 метров. Температурный фон листопада у Беларуси трымался на 1-5 градусов выше за климатичную норму. Але в ближайшие дни похолодает. У пятницу 9 листопада у нашем регионе будет безыстотных опадков. Месцами чекается туман. Температура поветра у ночи в складе плюс 1-3 градуса в день до 5 тепла. В субботу температурный фон заховается таки ж, але махчимы дожджи. У неделю местами так само пройдут невеликие короткочасовые опадки. Температура поветра на протягу суток в складе от 1-3 тепла. Просто Гомель. Любимые. Первая персональная выстава фотографа Александра Веснина открылась у Центральной городской библиотеки имя Герцена. Экспозиция промеркована до 75-й годовины з дня вызволения Гомеля от фашистских захопников и года малой родимы. Больше 20 фоторабот адлюстровывают прогожие кутки и в улице областного центра. Аутар показывает, что зачарование Гомеля находится часом у самых звычайных речах. Достатково прогуляться уздоужраки, познайомиться с ваверками у парку и наведать городское свято, как кончатково закахаться у гэты город. Любимых фотографий, наверное, нет. Потому что на каждое какое-то маленькое история есть у нее или предыстория. И процентов на 60 представленных работ они входили в книгу фотоальбома Гомеля «Город над Сожем». Дарыч Александр Веснин родом из Латвии, але большую частку життя провел у Гомеля. Он проймал делу створение некольких фотоальбомов про областный центр. Але особливую популярность отримал дякаучи своей сторонце у социальной сетцы. Там он выкладывая ретро-фотографии Гомеля и отримливая комментарии и вотгуки с США, Канады, Германии, Англии и других стран. И до других тем. Урок истории и патриотизма отримали 7 листопада школьники Гомельского района. Предприемство Гомеля «Аблнафтопродукт» у день Костричницкой революции привело доброчинную адукационную акцию. Ее удельниками стали вучни Лопатинской средней школы. Кабведы засвоивали селях Чея. Открытый урок дополнили гульнями, подарунками и святочным обедом. Настасью Кучинская протягни. Открытый урок для учеников Лопатинской школы провели в кафе автозаправочной станции «Беларусьнефть» на улице Хатаевича в Гомеле. Локация для занятий необычная, но не случайная. Предприятие «Гомель-облнефтепродукт» не первый год шефствует над сельской школой. «Мы помогаем производить строительные, ремонтные работы для этой школы. И я глубоко убежден, и в общем-то мы все придерживаемся такого мнения, что до тех пор, пока будет жить сельская школа и жить сельская интеллигенция, до тех пор будут развиваться наши корни, и мы будем продолжать свою жизнь дальше». Юрий Кукушкин – один из членов попечительского совета, который помогает учреждению образования. Практика для социальных объектов не новая, но зачастую попечители поддерживают только финансово. В случае Лопатинской школы – пример того, как спонсоры заботятся еще и о воспитании своих подопечных. «Можно попечительский совет организовать так, чтобы была помощь школе и в работе с социумом, и в идеологической работе, и в воспитательной работе, профориентационной. То есть она должна быть многогранной и всесторонней, то есть это не только хозяйственные вопросы. Нам помогают заинтересованные люди, которые любят людей, заботятся о будущем нашей страны, ведь дети – это будущее нашей страны». Праздник 7 ноября, как повод для воспитательной работы, тоже не обошли вниманием. Октябрьская революция – одно из самых значимых событий 20 века. Оно имело мировой резонанс и повлияло в том числе на развитие нашей страны. «Это событие связано и с нашей территорией. То есть наши уроженцы Гомельского района, гомельчане тоже участвовали в этом событии. Даже в своих маленьких ежедневных делах они чем-то прославляли свою родину и чем-то шли к какому-то достижению». На открытый урок в кафе школьники приехали из Краеведческого музея. Чтобы помочь лучше разобраться в событиях начала 20 века, для ребят организовали экскурсию. История в фотографиях и личных вещах и современников октября и следующих поколений земляков произвела большое впечатление. «Удивило то, что на нашей территории, на нашей деревне проживает такое большое количество людей, которые были удостоены званий, достаточно высоких, которые несли свой вклад в одержание победы на войне и также несли свой вклад в развитие деревни». «Договорились уже об исследовательской работе, о людях, которые воевали. У нас многие из-за идеологических причин не были удостоены героя звания Советского Союза. И вот мы будем исследовать этих людей, биографию». В истории развития страны принимают участие даже самые маленькие ее граждане. Таков основной посыл встречи. Поэтому усвоенные знания подкрепили подарками со смыслом, с белорусской символикой. Ну а поскольку 7 ноября – это праздник, без праздничного обеда ребята тоже не остались. Анастасия Кучинская, телерадиокомпания «Гомель». Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Удалага вам вечера и до новых встреч у эфиры. Вы смотрите «Де-факто» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Красный день календаря оказался неспокойным. В предпраздничный вечер и следующие сутки службам спасения пришлось потрудиться. Не обошлось без жертв. В деревне Салтановка, что в Жлобинском районе, на пожаре погиб пенсионер. К прибытию спасателей на место вызова крыша дома горела открытым пламенем. Тело хозяина нашли на полу в прихожей. По-видимому, мужчина пытался спастись. Погибший 1938 года рождения. Причиной пожара, скорее всего, стала непотушенная сигарета. Проверку проводит следственная оперативная группа. Еще одной жертвой огня стал житель Чечерска. Тело мужчины спасатели нашли на выгоревшем полу. Прибывшие к месту вызова работники МЧС наблюдали сильное задымление внутри кирпичного дома. При проведении разведки зеном газодымозащитной службы в коридоре в прогаре пола был обнаружен труп пенсионера, хозяина домовладения. В результате пожара огнем уничтожен один квадратный метр пола. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. В обстоятельствах разбираются следователи. Еще один пожар произошел минувшей ночью в Наровле. ЧП на этот раз пополнило позитивную статистику спасенных. Хозяйку квартиры, где произошло возгорание, нашли специалисты звена газодымозащитной службы. В то время как в комнате пылал огонь, женщина сидела на кухне за столом. Спасатели вывели ее на свежий воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения потерпевшую увезли в больницу. Вероятной причиной пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. А вот отсутствие инстинкта самосохранения кроется в злоупотреблении алкоголем. Не менее событийными оказались минувшие два дня и у сотрудников госавтоинспекции. В сводке 54 ДТП, в которых 7 человек травмированы, 2 погибли. Случайным очевидцем одного из происшествий стал работник Светлогорского райподразделения МЧС. На трассе в районе деревни Раковичи фольксваген догнал автомобиль газ. Столкновение произошло в момент, когда грузовик начал поворачивать налево. ДТП случилось на глазах у спасателя, и мужчина незамедлительно начал действовать. Он оказал доврачебную помощь водителю фольксвагена, которого зажало в кабине, обесточил автомобиль и оградил место аварии. Вскоре прибыли коллеги спасателя, сотрудники ГАИ и медики. Пострадавшего деблокировали и увезли в больницу. Накануне ночи в Жлобине произошло ДТП со смертельным исходом. 20-летний водитель на Ауди при выезде с авторостепенной дороги не пропустил Форд. От столкновения машину отбросил на опору ЛЭП. Таксист не пострадал, чего нельзя сказать о пассажирах Ауди. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, который находился на переднем пассажирском сидении, погиб на месте происшествия. Второй пассажир был с травмами доставлен в больницу. Сам же водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Однако далеко ему убежать не удалось. Спустя два часа в ходе оперативно-расследовательных мероприятий данный водитель был установлен и найден. Еще одна трагедия произошла в Реческом районе. 42-летний водитель на Ниссане неправильно выбрал скоростной режим, не справился с управлением и съехал вправо по ходу движения «Кювет». Там автомобиль опрокинулся. В результате мужчина скончался на месте происшествия. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Гомеле чествовали воспитанниц областного центра Олимпийского резерва по легкой атлетике Кристину Концевенко и Алину Лучшеву. Девушки успешно выступили на третьих юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Алина Лучшева обладательница юношеского рекорда в Беларуси в беге на 400 метров. На своей коронной дистанции она выступала и в столице Аргентины. В финальном забеге Гомельчанка финишировала на шестом месте. Я не ожидала от себя такого результата. Я думала, ну так, в десятке буду. Кристина Концевенко также лидер сезона и обладатель рекордов в своей дисциплине в прыжках с шестом. Обладательница бронзы первенств Европы и мира 2018 года и на Олимпиаде поднялась на третью ступень пьедестала. Близко подобраться к лучшему результату сезона Гомельчанке не удалось. Помешала погода. В первый соревновательный день пришлось прыгать под проливным дождем. Однако показанных по сумме двух этапов сантиметров хватило для бронзы. Первым днем я недовольна вообще, но я, мне кажется, старалась. Прыгать под дождем – это очень сложно. Я потом, после первого дня я переживала, но я собралась на второй день. Я знала, что меня верят, что за меня переживают. Я довольна этим результатом, который я прыгнула. Я очень довольна медалью, так как я не ожидала, что я ее возьму. Я очень счастлива. Свою заслуженную порцию поздравлений от руководства Управления физической культуры, спорта и туризма обл. исполкома, областной федерации легкой атлетики, а также коллег получили и тренеры спортсменок. Анатолий Марченков, Татьяна Смеяна и Павел Мастич. Жлобинский металлург представляет Беларусь на международном турнире по хоккею «Балтик Череншкап», который сегодня стартовал в Вильнюсе. Столивары играют в группе «А». Завтра их соперником будет команда Японии. 10 ноября хозяева – литовцы. Группу «Б» составили сборные Латвии, Румынии и Эстонии. Итоговые места разыграют в стыковых поединках 11 ноября. Отметим, что выступать хоккеисты Жлобинского металлурга будут в джерси сборной Беларуси. Гомельчане завоевали три награды на чемпионате мира по киокушинка и каратэ-дуо, который завершился в столице Казахстана, Астане. Турнир проводился по правилам Всемирной Федерации Киокушина. В активе гомельских спортсменов медали всех достоинств. В категории до 60 килограммов золото завоевала Екатерина Юшкевич. Денис Дыдалев также добрался до финала весовой категории до 70 килограммов. Но уступил своему сопернику и увез домой серебро. Александра Концевенко стала третьей весовой категории до 55 килограммов. Всего в чемпионате мира приняли участие более 700 спортсменов из 28 стран. Для гомельских бойцов турнир стал проверкой сил перед другим крупным состязанием. Первенством мира по правилам Всемирного союза Киокушин, который в начале декабря пройдет в Болгарии и Варне. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.